здравствуйте с вами канал электро man сегодня у нас будет обзор сравнения тонометра из китая от дочерней компании сяоми который называется ювел и y660 б и его дальнейшее сравнение с амуроном в общем распакован смотрим какая у нас комплектация с чем он нам пришел а Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Зажать кнопочку M и мы получим среднее значение на основе трех последних измерений. При необходимости переноски тонометр с блочком питания совсем с манжеткой легко прячется вот в такой мешочек. Итак, посмотрим на сам прибор поближе у нас. Довольно-таки хорошая заводская у нас идет упаковка, корпус. Все не скажешь, что как вы колхозный Китай, все достаточно нормально. Гнездо питания 6 вольт. Хочу заметить, что во многих китайских тонометрах блоки питания идут 5 вольт, буквально 500 мА. И многие жалуются, что не хватает мощности и тонометр не очень быстро качает. И не быстро измеряет давление. Иногда из-за этого и влияет на погрешность. То есть, изменяются показания у нас и он может считать не точно. Поэтому я выбрал данный тонометр еще из-за своей конструкции. 6 вольт идет и 600 мА. Вот так вот видно. Здесь идет довольно-таки хороший кабель. Толстый, добротный, нормальный, качественный и обычный штекер. То есть, вставляется и мы работаем от сети. Также можно работать от батареек. Во многих тонометрах используются мизинчиковые батарейки. Здесь же идут у нас пальчиковые. То есть, здесь будет у нас нормальная емкость батареи и хватит их надолго и не будет просадки по напряжению. Следовательно, измерять он будет тоже без изменений. Такая вот крышечка. Указан производитель у нас, адрес. Еще раз скажу, это дочерняя компания Xiaomi. На экране мы видим защитную пленочку. Сдирать ее не буду. Меньше поцарапается экран у нас. Так, перейдем к манжетке. Манжета довольно-таки качественная, хорошая. Литмитром нормальная, от души. И пристыковка шланга. Тоже не вызывает сомнений. Заводское качество. Вообще без вопросов все. То есть, втыкается посредством автонометра вот такого вот штуцера. Заходит, кстати, очень-очень туго. Поэтому надо немножечко поднапрячься и потихонечку вот так засунуть. Поскольку если с разбегу это сделать, можно вообще сломать. Или штекер, штуцер, либо шланг порвется. Надо аккуратненько. Так, ребята. Во время первого включения у нас на экране промегнут циферки. Все, в принципе, питание пошло. Прибор готов к работе. У нас манжетка. Следите за том, чтобы все совпадало по линии. То есть, вот этот вот шланг. И, собственно, все. Нажимаем включить. Продолжение следует... Также можно просмотреть память. То есть, предыдущее значение, если настроить число, то оно будет высвечиваться. То есть, вот что мы намерили. То есть, несколько значений. Теперь сравним его с тонометром Amron. Сравним скорость накачки и длительность измерения. И, конечно. Дорога. 的话, мы на TTM. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что я могу сказать про данный тонометр? Он хорошо себя показал, имеет хорошую точность при сравнении с Amron, как на мне. Была некоторая разбежка, но это из-за моей импульсивности, из-за того, что я говорил. А измерения нужно производить в спокойном состоянии, чтобы они не отличались и производить измерения несколько раз. Меня результат более чем устроил. На родителях, когда проверяли, разбежка была вообще минимальной, на пару единиц с Amron. Amron это все-таки более-менее известная контора и имя. Рекомендую вам его к покупке. Цена у него достаточно низкая по сравнению с ценами у нас в Беларуси. Такое в аптеке Amron будет стоить около 100, а то и больше белорусских рублей. А здесь 16 долларов, а на распродаже можно взять еще значительно дешевле. В общем, добра, мира вам, всего доброго. Подписывайтесь на канал ElectroMan, ставим лайки. Я с вами прощаюсь, до свидания.